Береты цвета неба, и АКС в руках, и ветер от турбин прижмёт траву. Навеки в нашем сердце десантные войска, мы засыпая видим синеву. К празднованию мы готовились примерно 3-4 дня. Некоторые недели, некоторые больше, а мы конкретно, срочники, готовились 3-4 дня непосредственно к эстафете. А так, непосредственно, если считать всю подготовку воздушно-десантную, то мы с первого дня призыва готовились к этому, то есть 2 месяца. Здесь нам предоставляется возможность наблюдать приёмы с ножом. Выполняют разведчики парашютно-десантного батальона гвардии Питер Мулаханов и гвардии Питер Полянский. Стоп-гран не нужен тем, кто служит в ВДВ. Хороший праздник, тем более 90 лет, годовщина, мы очень ответственно к этому подошли. Не грустно, что в этом году не будет зрителей? На самом деле, хотелось бы, конечно, чтобы были зрители, но в связи с пандемией безопасность важнее. И по традиции развлечили непосредственно к приёмам пирамида. ВОЗДУШНЫЕ ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА Три секунды первого свободного падения – это самое страшное. Потом купол раскрывается, и всё, ты лечишь как, ну не знаю. В детстве всегда мечтал, как птицы летать, смотреть на поля, леса. Мечта исполнилась. Адреналин стоит того, да, чтобы всегда... Конечно, стоит, в любом случае. Вот на показательных выступлениях был момент, когда на человека положили какой-то бетон, и потом это сломали. Это муляж или настоящий? Конечно, настоящий. А как так? Вот так вот. Это какую нужную силу иметь, чтобы разбить его? Орлы у нас. Откуда у ВДВшников взялась традиция купаться в фонтанах? Какие ощущения в полёте с парашютом? И есть ли у десантников личная жизнь? Ответы на все эти вопросы смотрите в ближайшем выпуске авторской передачи Мариам Восконян про ПРО.